Слушай, расскажи, пожалуйста, у меня тут песня заряженная Эбола, которая Эбола, Эбола. Ну, в общем, это получается, что посвящено вирусу, что ли? Это очень интересная моя работа. Расскажи. Последний, вот в минувший месяц я ее осуществил. Я совершенно чудом познакомился с звездой африканского регги Black Diamond, Черный Бриллиант. Это очень популярный в Африке исполнитель. И так получилось, что мы с ним сошлись по определенным моментам. И договорились сделать совместный трек на основе его песни Эбола и моей песни о русском роке. Я сопоставил, сравнил эпидемию Эболу и русский рок. Потому что, на мой взгляд, мне кажется, тот человек, который сегодня начинает заниматься русским роком, либо любым другим альтернативным жанром, в общем-то, шансы выжить, ну, грубо говоря, добиться чего-то, да, и стать кем-то, они вообще минимальны. А большинство людей, они в моральном плане, к сожалению, я буду говорить прямо, умирают в творческом плане. Вот такая вот очень серьезная и жесткая, но, тем не менее, в легком стиле регги композиция получилась. Это соединил. Казалось бы, вещи несоединимые, но трактовка интересная. Эфирно все хорошо, ставить могу. Вопрос. Слов там нет? Спокойно. Ставь. Что значит? Могу, то есть. В процессе, в процессе, вот как там в первом куплете все хорошо, а вот я тебе, пока первый куплент идет, я тебе расскажу, что, и ты решишь обрывать песню или не обрывать. Запусти погромче. Слышишь? Что? Слышишь, да, все. Я за тебя слышу. Русский рок. Все друзья от новостей. Я скажу, когда вы вводите. Пора? Нет. В новостях я вижу столько несчастных русских путей. Пора? Вводи, 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 вводи. Ну, в общем, песенку вы можете целиком послушать в сети, потому что все-таки, ну, как сказать, ты знаешь, что я человек корректный, и я даже когда можно, нельзя, всегда у меня такая была своя собственная цензура, я не очень люблю, когда появляется некоторая лексика, даже запеканная, даже сделанная, даже все. Я понимаю, что для песни это иногда нужно, я понимаю, что иногда художественное слово требует какого-то такого своего выхода, что ли, к людям, это нормально, но вот у меня в программе этого никогда не было, нет, не будет, при этом мы с тобой дружим, друг друга понимаем, все хорошо, просто у меня такая позиция автора. Ну, я не тот музыкант, который это все использует, но очень редко, и только тогда, когда это реально надо. Слушай, я даже однажды слышала Бориса Гребенщикова, который выходил, значит, на дне рождения Андрея Владимировича Тропилла с шуточной песней, которая по радио тоже никогда не зазвучит, я бы так сказала, хотя Борис Гребенщиков и, в общем, да. Да, несовместимые вещи, пожалуйста. Да, и я помню прекрасно, как мы представляли тоже пластинку «Террариум», и там тоже было слово, в общем, забавно все, тоже несвойственное, так сказать, Борису Гребенщику. То есть я имею в виду, что это бывает у музыкантов, нормально, просто в сеть мы отправляем для прослушивания дальнейшего и правильно, но все равно мы представили трек, потому как дозвучал до того момента, до которого мог дозвучать внутри передачи. Предельно, я бы сказал, предельно, последний дюйм там был. Это точно. Сергей Лгазин у нас здесь в студии. Сереж, спасибо тебе, если что-то не договорили, то быстро скажи. Не договорили о том, что... Значит, народ интересуется, как присоединиться к движению, можно ли присоединиться по поводу того, чтобы рок-музыкантов показали по ящику, так скажем. Рок Петроград, ищите через мою страницу, просто вступайте, можете чиркнуть мне пару строк, и этого будет достаточно для того, чтобы вы присоединились к движению. Движение у нас не политическое, не коммерческое, поэтому максимум, что от вас потребуется, это поставить подпись под каким-то нашим обращением, если вы будете с ним согласны. Вот так. Еще раз спасибо, приходи сюда, всегда рада тебя видеть, изучай финский язык, латынь тоже. Пока.